Всем привет, с вами Серёга, Сайбербанана, и нас уже 14 тысяч человек. Дружище, ну ты меня просто дико радуешь, ты красавчик, ты походу рассказал своим друзьям обо мне. Да ты лучший! Но сегодня видео о FPS, конкретно, как мы его поднимем тебе. Мы соберём все в кучу совета, которые до этого говорил, и реально, сегодня FPS твой взлетит. Готов? 6 советов от меня для тебя. Поехали! Подписать, колокольчик, колокольчик, начинаем! Субтитры сделал DimaTorzok Обязательно ты всех своих друзей потом приглашаешь на мой канал, окей? Договорились, погнали! Ну что, первый способ. Ну а это быстродействие. Мы отключаем все ненужные визуальные эффекты, которые находятся у тебя в компьютере, и что? Твой Counter-Strike скажет, братишка, спасибо большое. Ну и кстати, если ты хочешь, чтобы я сделал твой Windows реально рабочим, напиши в комментариях, прокачай мне Windows. Я это пойму, и мы сделаем отдельное видео, где уберём абсолютно все ненужные всякие службы, ускорим твой компьютер, просто сделаем такой пушкой. Понял? Как запустить быстродействие? Рассказывать, как ярлыки тебе делать на рабочем столе я не буду, поэтому просто заходи в мой компьютер. Дальше. Правая кнопка мыши на любое пустое место. Совойство. После чего, дополнительные параметры системы. И тут есть быстродействие. Нажимаешь параметры, и нажимаешь обеспечить наилучшее быстродействие. Нажимаешь применить, всё, готово. Видишь, какие-то даже сразу шерифт какой-то не такой стал. И поверь, твой компьютер скажет, выдохнул, сказал, вот оно, вот то, что мне нужно было. Поехали ко второму способу. Итак, решили вопрос с быстродействием, продолжаем дальше. Дальше мы скачиваем Avast на официальном сайте. Ни в коем случае это не реклама, ты можешь это не делать, ты можешь пропустить этот пункт, вообще забыть об этом, мне вообще по барабану, на них вообще в кучу. Но у них есть одна интересная программа, и у меня есть премиум-ключик на него. Всё, что нужно сделать, ко мне в группу ВКонтакте зайти и в сообщении группе написать восклицательный знак «Ключ». Ты получишь премиум, там тебе скриншотик скинет, не поленись, скопируй вот это, впиши там это всё в подписке Avasta, и тебе клинап на халял достанется премиум-версии. Но это чш, только никому, чисто я и ты, понял, да, окей. Запускаем, значит, программу, ты, кстати, можешь потом после всех этих манипуляций удалить программу, и когда тебе понадобится снова, ты снова и скачаешь. Поэтому я тебе говорю, мне всё равно на это Avast, ещё раз повторяю, понял? Ну что, обслуживание. Ну вот, нашёл 137 проблем, это что означает? 39 рестер, рестер, сами знаете, база данных, какие-то там ошибки и так далее, это всё почищает. Нерабочий локит, это тоже он выкидывает, и плюс ещё ненужные файлы системы тоже. Я не просто недавно чистил, видишь, меня не особо много. После чего нажимаем исправление очистка, он чики-брики, пальчик выкинь, я в дамках, и всё нормально. Готово, окей, поехали дальше. Ускорение работы, это здесь фоновые программы, которые у тебя находятся непосредственно после запуска самого Windows. Их тоже останавливаешь, но, естественно, у меня стоит всё, что мне нужно. Вот у меня приостановлено 13 программ, я это всё остановил, и, естественно, мой компьютер уже начинает такой выдыхать, после того, когда он только-только запустился. Окей, дальше идём. После этого освобождение места на диске. Ну, сам понимаешь, бывает забито по грани вообще, за счёт чего к Counter-Strike просто, ну, тяжело запускаться. Когда ты это всё сделал, ты можешь спокойненько удалить это всё, и через буквально недельку зайти сюда снова, всё почистить и снова удалить. И компьютер у тебя также будет хорошо дышать. Понял, окей, поехали. Третьим этапом. Ну, а здесь мы отключим сразу браузер внутри Steam. Угу, тебе, чувство, это уже нравится. Но были вопросы по прошлому видео, поэтому сейчас мы и пройдём. Первое, это что дело? Мы отключаем, ну, то есть выходим из Steam. Также у нас должен быть ярлык на рабочем столе Steam, и также ярлык на рабочем столе Counter-Strike. Но у меня есть он просто на втором мониторе, поэтому париться не будем. То есть, давай, не, давай всё-таки я так сделаю, вот так, перетащу. После чего мы заходим в Steam, свойства, и тут находим объект. И после объекта пишем пробел-но-бро-сер. Вот так вот. Применить, окей. Всё, после чего мы запускаем Steam, чекаем. Сверху написано браузер, Steam выключен. В командной строке указан параметр no browser. Всё, у тебя не жрётся интернет, и фпс будет расти, потому что не будет каких-то встроенных, там, вот этих поджираний. Смотри, что делаем. Теперь ты думаешь, такой, библиотека не работает, как я зайду в игру? И, ммм, заходим в Counter-Strike. Понял, для чего нужен был ярлычок? И также, если тебе нужны другие какие-то игры, также на рабочий стол сделаешь эти ярлыки. Также были вопросы по поводу, как отключить no browser. Давай сразу пройдёмся. Нажимаем свойства, убираем вот это абсолютно всё отсюда. Применить, окей. После чего выходим из Steam и обратно заходим в Steam. И у тебя всё обратно включилось. Не знаю, какие проблемы у ребят были. Что-то, ну, сами поняли. Всё работает. Магазин запустился, всё запустилось, библиотека есть. И, кстати, пока мы здесь, переходим к следующему способу. А это параметры запуска. Куда же без них они делают годноту? Всё, что нужно сделать. Как раз мы уже, как говорится, далеко не отходили. Counter-Strike, свойства. И здесь заходим установить параметры запуска. У меня просто одна такая штука. Но мы вставляем то, что я вам оставлю в описании к этому видео. Так, копируем. И вставляем. Опять же, не зачем рассказывать о том, что я сюда вставил. Главное, работа это работает. Расскажу только здесь. Здесь выставляешь, сколько у тебя ядер. У меня их 12. Дальше. FPS Max. Лучше здесь ставить не 999, а лучше ставить 0. И после чего в FPS Max меню также выставляем 0. Понял. Всё. Я, кстати, с нулями сразу всё это оставлю. После чего ОК, закрыть и запускать Counter-Strike. Но перед тем, как уже заходить в Counter-Strike, верни назад на браузер, чтобы всё у тебя обратно работало по прошлому способу. Окей. Всё. Залетаем в Counter-Strike и следующий способ. А здесь мы выставляем минимальные настройки. Делай это, как я показываю. Иначе особо FPS не повысится. Потому что мои настройки, минимальные мои настройки, реально работают. Дружись, смотри. Обязательно расширение 4х3. Если вдруг у тебя по бокам будут две чёрные полосы, у меня есть отдельное видео. Найди у меня на канале, как убрать чёрные полосы. После чего 124х768. На весь экран выключить. Здесь всё выставляем на низкое. Многоеред обработка плюс. Ну, то есть включена. Дальше обязательно 2xmsaa. Обязательно. Не выключай полностью. 2x оставь. После чего 3-линейное выключить, выключить, выключить. Ну, тут вертикальная синхронизация, если вдруг у тебя загрузка слишком долгая. Ну, максимум FPS будет 60. Смотри. Попробуй её включить, и, возможно, карта быстрее прогрузится. Но не обещаю. Но попробуй. Потом ещё в комментариях мне напишешь. Если это работает, я приму это к сведению. Нажимаешь применить. Да, картинка не радует глаз, дружище. Но всё ради FPS. Ну что, поехали к последнему пункту и проверим, сколько FPS на нашем компьютере. Ну, по комментариям я проверил. Да, эта рабочая тема называется Config Generation. Это карта из мастерской. Ссылочку на неё также оставлю в описании. Просто нажимаешь подписаться, после чего заходишь в Counter-Strike, и вуаля, она у тебя есть в мастерской. Заходим сюда, нажимаем «Карта из мастерской», и находим конфиг. Вот она прям такая, видишь, таким цветом будет. Заходим в неё, и когда мы появляемся на карте, просто подходим к рекомендациям и нажимаем по очереди на каждую из этих кнопочек. Раз, два, три, четыре, готово. Ладно, всё, хорошо. Не томлю, не томлю. Смотрим. Оп. 800 FPS, слышь, ты чё? Ничего себе. Хорошо, дружище. Но смотри, что сделаем. Я хочу, чтобы ты написал прямо сейчас, сколько у тебя FPS было и сколько стало. Мне это дико интересно, брат. Я прочитаю абсолютно каждый комментарий. Ты можешь не верить мне, но так оно и будет. Ну что, я желаю тебе удачи. Желаю поднимать не только FPS, но и звание в Counter-Strike. Заодно поделись этим видео со своими друзьями, потому что моя мечта – это 100 тысяч подписчиков. Сейчас нас пока 14 тысяч, но я верю, к концу года мы реально взорвём. Ты со мной? Тогда лайкусик, подписочка. Ну, как я уже сказал, друзьям рассказать, чтобы они тоже поставили лайкусик и подписочку. Ну что, я погнал делать дальше годный контент. Ну а ты, дружище, посмотри вот это годное видео. Я не хочу с тобой прощаться. Поэтому залетай туда, и мы с тобой продолжим беседу. Всё, ладно, 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 ухожу, ухожу. Ну ты посмотри это видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok